Ох, пар какой! Немножко мука вот так белеется. Открываем. Па-бам! Красота и вкуснота! Всем привет, дорогие мои любимые подписчики и гости канала! Добро пожаловать на мой кулинарный канал! Сегодня бабуля готовит для вас корейский хлеб. Называется он сертеги. Ценители и любители корейской кухни, ставьте лайк для бабушки, пишите комментарии, ей очень приятно, она все читает. Оставайтесь с нами, сейчас бабуля подробно расскажет, как приготовить сертеги. Мы начинаем! Для приготовления корейского хлеба сертеги нам необходимо для начала поставить казан с водой. И у бабули есть вот такая сетка. У кого нет такого сооружения, можно воспользоваться мантышницей. Накрываем влажным кухонным полотенцем. Углы вот так заворачиваем. И ставим казан на газ. Накрываем крышку и ждем, когда закипит вода. Взяли полтора литра воды. Кладем одну столовую ложку соли. Вода у нас теплая. Посмотрите, друзья, мы берем вот такую муку. В России она продается только на вьетнамском рынке. Это мука с высоким содержанием клейковины. По-корейски чапсари. Мука из ударного риса. Берем три пачки. В каждой пачке по 400 грамм получается 1,2 кг муки. Добавляем подсоленую воду. Замешиваем тесто. Но тесто должно получиться не такое, прям как в нашем понимании комочек, тесто. А оно должно получиться такое, рыхлое. То есть фактически мы не тесто замешиваем в клубочек, а пропитываем влагой муку. Сама мука имеет такую консистенцию более рыхлую. Вот так замешиваем тесто. Сейчас посмотрим, сколько у нас уйдет воды. В конце напишем. Так она вот как творог получился. Консистенция творога получается. Для того, чтобы достичь такую консистенцию, у бабули ушло на 1,2 кг муки литр воды. И теперь, так же, как она делала чартерги, вот таким способом просеивает через сито. И внизу получается вот такая мука, но более пропитанная водой. Вот так сейчас из вот этого теста, которое имеет консистенцию творога, бабуля полностью просеет и получит муку, пропитанную водой. Друзья, здесь у бабули уже фасоль отваренная в подсоленной воде. Варила она ее часа три, предварительно перед этим на ночь замочила. Итак, вода закипела. Крылышки отпускаем, вот так. Ага. Так, совсем мало гороха, да? Один слой надо. Небольшое количество гороха насыпаем. Закрываем опять крышку, чтобы вода хорошо закипела и был сильный пар. Вода закипела, пошел пар. Половину муки отправляем сверху гороха. Гороха по количеству смотрите сами. У кого-то полкило уйдет, у кого-то 700 грамм. В зависимости от площади вот этой вот поверхности. Какого диаметра у вас мантышница или казан с сеточкой. Вот так равномерно распределяем муку. Муку или тесто, как это назвать. Тесто или муку? Мука. Мука. Мука, пропитанная водой. Закрываем крышку и парим минут 15. Итак, прошло 15 минут. Открываем сертеги. Ох, пар какой. Поливаем вот так водой. Много так поливаете, да? Да. Высыпаем остаток муки. Равномерно вот так опять тонким слоем распределяем. Чтобы везде мука легла равномерно. И сверху засыпаем фасолью. Что, прям полностью не надо белизну закрыть? Да нет, это снизу полностью. Ну, здесь чуть-чуть. То есть, если мы снизу застилали полностью без просвета, то здесь вот так. Немножко мука вот так белеется. Все, закрываем крышку. Вот так поднимаем кухонное полотенце. Газ убавляем до среднего, чтобы вода всегда кипела. Чтобы вода всегда была до конца. Чтобы вода всегда была и чтобы она кипела. Все. И оставляем париться хлеб ровно на час. Друзья, прошел ровно час. Открываем. Па-бам! Вот это вот корейский деликатес. Шикарный хлеб. Прям вот так полотенчиком бабуля поднимает. Сразу резникуете? И сразу вот так прорезает. Обмакивает обязательно нож. Руку обмакивает в воде. И вот так. Получается делит сертеги на 6 частей. Ох, какой прям пар. Класс. Любители корейской кухни, ставьте бабушке лайк. Ох. А, вы заранее разрезали пакеты, да? Да. Ага. Заранее бабуля разрезала пакеты. И теперь, как малыша, вот так укутывает пленочку в пеленочку. Вот так кусочек. Раз, на пакет. Пакет заранее разрезан со всех сторон. Раз, как в пеленочку заворачивает. И готово. Красота и вкуснота. Опа. Вот так. Класс. Блюдо это называется сертеги. В первой серии бабушкиных рецептов мы готовили чартеги. Это тоже корейский хлеб. А это сертеги. Тоже корейский хлеб. Ничего они там не запотеют, не задохнут? Ничего не будет с ними. Ничего не будет. Прям так остынет, да? Вот такая красота. Много получается хлеба. Горошки все обязательно собираем. Ничего не пропадает. Все собираем. И последний кусочек вот так. Друзья, посмотрите. С 1,2 кг муки получилось 3,988 кг. Минус старо. Получилось 3,8 кг сертеги. Вот это вот вкусняшка. Ценители корейской кухни, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Тогда, когда выйдет видео рецепт, параллельно выйдет еще и видео на моем мукбанговском канале. Приглашаю всех вместе почавкать и покушать сертеги. Ну, а это видео, если вам понравилось, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Мне очень приятно с вами общаться. Это еще больше мотивирует снимать для вас вкусные и интересные рецепты. Спасибо вам большое за лайки, за комментарии, за просмотры. Всем пока-пока. Приходите еще. Продолжение следует...